Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. У нас сегодня большая коллаборация, у нас сегодня много гостей, к сожалению, не все, но вот в таком составе мы сегодня. И я с удовольствием вам представлю всех тех, кто сегодня присутствует у нас. Ну, в первую очередь это те два человека, которых вы не досчитались. На прошлой коллаборации это Паша с Эрмет Басби Уэй и Сережа Кориковедине и United Thoughts. Два проекта представляет. Дальше еще одна пара Амир и Сергей Беседы Театралов подкаст. Приветствуйте Паша Плауже, которого тоже не было на прошлом подкасте manunited.ru. Сергей, еще один, еще два Сергея я вам представлю. Сергей из manunited.ru. Серега по машинам, да. И Сергей Демещик из The Busby Way, паблик ВКонтакте. Теперь вы всех знаете, друзья, и давайте прямо с места в карьер. У нас два матча с Ливерпулем на этой неделе, на предстоящей, на воскресенье первый матч ВПЛ. И, парни, к вам, наверное, вопрос. Мне кажется, мы впервые с того, как Сар Аликс Вергюсон покинул свой пост, мы впервые едем на Энфилд с преимуществом в три очка. Чего нам стоит ожидать от этого матча, учитывая то, в каком составе Ливерпуль? Давайте, может быть, кто-нибудь хочет начать. Ну, что-то так у нас все кисленькое начало, так все сразу так стихли, блин, на Энфилд, ешкинку. Мы пробные. Не, окей, давайте как-нибудь упростим. Что мы знаем, господа Ливерпуле? У них есть клоп, я знаю точно. У них есть клоп. Пишите в комментариях. Не, по сути, давайте, окей, немножко разберем, попытаемся как-нибудь спроекцировать такую интересную вещь, да, допустим. Что мы знаем о Ливерпуле, да, по сути, они играют схемой в 4-3-3, да, достаточно хорошим массивным прессингом. У них Алькантара пытается играть, но все время не получается у него играть, да. То одно, то другое. Не суть важна. В принципе, основной состав-то у них будет, возможно, без изменений. У них проблема сейчас основная с Вирджиллом Ландейком, да, который, как мы знаем, он травмирован. Нас достаточно долго это Кресты. Сейчас весьма альтернативно периодически выступает Уильямс. Мотипа мы знаем, то, что есть. И вот к вопросу центральных защитников, то, скорее всего, будет мотип, потому что нужно держать вверх при стандартах. А это как раз-таки вот у нас против Харри Магуайра играть ему, да. Право-лево тут безальтернативный тренд с Робертсом, да. Там опорная зона, естественно, в принципе, мы знаем безальтернативный Хендерсон и Вейналдун. Ты не думаешь, сори, что я перебью, не думаешь? Просто Хендерсон с Вабинью же играют в центре обороны у них там периодически. И, ну, я, в общем, не думаю, честно говоря, что мотип будет играть, потому что, ну... Для меня вопрос самый большой в опорной зоне. То есть там будет Хендерсон или там будет Алькантера. Потому что для Манчестера Юнайтед это прям многое значит. И для Бруно Фернандоша... Мне кажется, там будет Хендерсон, потому что, на мой взгляд, он... Ну, мне так кажется, он будет чуть пободрее, побыстрее, что ли. В любом случае, да. Я тоже соглашусь в том, что, скорее всего, будет Хендерсон. И что у нас мы видим дальше, да. Возможно, скорее всего, мы третьим увидим Джонса. Потому что парень себя очень хорошо зарекомендовал. В принципе, последний матч у него что не матч, что перформанс. Вот. Ну и, в принципе, линия нападения мы... Опять же, она идет безальтернативная. Это Салах, Мане и Фермино. И Минамину. Вообще, набрали футболистов с одинаковыми фамилиями. Вот. К чему это все подвожу? У нас основная задача какая? Сдержать гиггенпрессинг, да. И каким-то образом удержать линию нападения Ливерпуля в лице быстрых Мане и Салаха, да. И вечно бегающего из угла в угол Фермино. Вот. Вот такой вот вопрос. Сульшир, на ваш взгляд, попытается сыграть в три защитника или нет? Или предложит альтернативный вариант? Можно мне сказать. Давай без проблем. По поводу гиггенпрессинга и вообще прессинга про то, как мы играем против таких команд, я думаю, что это не самая наша большая проблема на самом деле. Потому что у нас нет как раз игры какой-то комбинационной в центре поля, и мы выходим очень часто через средний пас, то есть при билдапе от защитников, от вратаря. То есть это какие-то могут быть забросы от Дехея сразу куда-то на алтерале. Вот к слову о том, что ты говоришь, что мы можем сыграть в три центральных, да. То есть Шоу, допустим, Шоу или Телес поднимаются выше, и Иван Бесака тоже поднимается выше. Идет сразу какой-то пас туда им высоко, и находят эти ребята уже Фернандеша или кого-то из полузащитников центральных, которые поднимутся. То есть я вижу это так. То есть прессинг будет проходиться у нас одним пасом и очень вертикальным. Ну что-то вот такое, мне кажется, будет. Я не думаю, что будет игра в три защитника, вот прям совсем не думаю, потому что у нас нет третьего классного защитника центрального. Мы не можем в этом случае. Ну, как бы, я прошу прощения, Амир, что-то. Не-не-не, давай-давай. Просто история в том, что я на самом деле сегодня, когда делал монтаж своего превью, я успел посмотреть превью Миши и превью Леши. А, подглядел. Да, в одном случае 4-4-2 с Ромом в другом Леша предложил некую гибридную модель. И я на самом деле думаю, что ключевой вопрос, кто будет пара центральных защитников и кто будет играть в опорной зоне. Потому что Хенду, ну, он очень хорош, он делает все одинаково хорошо. Вот, если появится Тиаго Алькантара, он просто будет очень круто разбивать нас в плане использования прессинга как оборонительного элемента. То есть мы Бруно вообще не увидим на поле, на самом деле, от слова совсем. И дальше возникает следующий момент, что на текущий момент у Ливерпуля есть два суперслабых места. Это Мане, который не в форме. И Трент, который в прошлом матче совершил в районе что-то типа там 40 ошибок. И я практически уверен, что в правого защитника Оле будет концентрировать некий вот основной удар. Мы нечто подобное делали в матче против Сити, когда Канцеллу смещался в центр. Мы во втором тайме очень много пытались занимать пространство за спиной у правого защитника. Проблема в том, что там был Поль Пакбак, который просто не бежит. Вот. И я, честно, вот думаю, что у Леши было в нападении Кавани и Решфорд. Я думаю, что в нападении появятся Решфорд и Дэниел Джеймс. Чтобы просто тупо терзать на самом деле. Ну, как бы здесь вопрос функции. То есть, ну, Сергей, можно сколько угодно головой кивать. Но нас Оле приучил к тому, что он серьезно готовится к матчам. И ждать от него какого-то стандартного хода в виде, там, не знаю, 4-4-2 с ромбом, который мы видели там 3-4 раза за сезон, ну, навряд ли. 3-5-2, больше ничего. Нет смысла во что-то другое играть. Окей, ладно. Засчитываем такой самый ответ. Ну, опять-таки, абсолютно не согласен. Вот прям от слова совсем. Так, давай, отбивай. Отбивай тогда. Я не смогу настолько круто и аргументированно все это сказать, потому что я всегда об этом говорю, и во время превьюшек, и всего остального, что я не тактик. То есть, с точки зрения тактики, я довольно-таки слабоват. Но чисто из того, что я вижу, из того, что я вижу как обычный фанат, окей, я согласен с тобой, что Сулшер постоянно готовится к своим соперникам, к серьезным соперникам, к серьезных матчах. Но зачастую мы видим, что то, как готовится Сулшер, порой он просто себя, как бы, как это сказать-то, перемудрив... Перемудривый, блядь, господи. Перехитрил сам себя. Да, перехитрил. Обычно, да, вот именно так, короче. Сам себя передует. Сам себя, вот. Красавчик. Мы с тобой, как молодую, Раскаль, работаем в паре. Сам себя переигрывает. Поэтому я более чем уверен, что в этом матче мы увидим то, что хорошо работает, минимум на протяжении последних нескольких матчей. Работает у нас Бори Магуайр, хорошо работает у нас, какие бы он потери не делал вам без Сака, и хорошо работает Люк Шоу. Это основная защита. Окей, я согласен с тобой, потому что непонятно, что выставит Юрген Клоп. То есть у них все, на самом деле, так запутано. Но, тем не менее, независимо от того, что он выставит, будет именно так. По поводу Бруно, даже если мы его не увидим, даже если его задавят прессингом, Бруно чисто на каких-то индивидуальных качествах нет-нет, да какой-нибудь пасек выдаст. Тем более, последнее время ему дали определенное время отдохнуть. Он вроде как должен быть гораздо свежее, чем он был в последнем матче. В последнем матче мы, опять-таки, его не особо и видели, на самом деле. Вполне возможно, он просто играл на минималочках, да, вот так. В этом матче, я думаю, что все будет замечательно. Понятно. А давайте, наверное, вот... Окей, давай я все-таки закончу свою мысль, которую начал, да. Не подбил все ваши идеи, да, такие вот интересные, да. Да, фактически, допустим, вот смотрите, представьте себе вопрос такой, да, был. Я почему начал, задал его три защитника? Будет ли против тройки Ливерпуля выставлять Сулшир, да? И по факту ответ-то таков, что выставляет три защитника против тройки. Мы теряем в полузащите, и мы действительно потеряем Бруно Фернандоша вообще нафиг. Тогда встает острый вопрос, как сделать так, чтобы у нас и полузащита, и защита была достаточно сбалансирована. Ну, в прошлом сезоне играли с Ливерпулем, правда, неудачно, конечно, на выезде как раз именно с тремя центральными защитниками. В 3-5-2, и там было при этом два полузащитника и атакующие полузащитники. Соответственно, вопрос не в том, что мы можем там проиграть в центре поля или не проиграть. Потому что есть варианты скомпенсировать центр поля, и опять же, Сулшир склонен к тому, что выставляет достаточно гибридные схемы, учитывая, что 3-го защитника тогда вполне может сыграть люк-шоу, что приводит к достаточно большому количеству перестроений, как мы уже видели, не один раз, которые в каких-то фазах атаки или обороны могут компенсировать определенные моменты. Тут вопрос в том для меня еще, что Ливерпуль все-таки достаточно сильно отходит от идеи именно гиген прессинга в последнее время. При этом, как мы видим, именно с таким вот сильным прессингом Манчестер до сих пор плохо справляется. То есть это было видно, допустим, в матче с Аутгемптоном, неоднократно причем, когда они включали прессинг, команда явно была не в состоянии с ним справиться. Соответственно, для меня больше вопрос, не произойдет ли такой ситуации, как произошла с Рэдбулом. Когда Олив был слишком готов к какому-то определенному плану действия от соперника. То есть он даже не столько там переиграл сам себя, сколько он не подготовился достаточно хорошо к вариации плана от соперника. И тут я, к сожалению, в последнем, или к счастью, не очень много смотрю Ливерпуль, не могу сказать по персоналям и деталям их тактики. То есть мне, на самом деле, в первую очередь будет интересно увидеть, что они будут готовить к этому матчу. И от этого очень многое зависит, на мой взгляд, в первую очередь. А тут хорошо, что у них выбор достаточно ограничен благодаря травмам защитников. Травма — это, конечно, плохо. Порадуемся, да, по злорадцуем. Посмотрим, кто в этом матче наныряет больше. Вот, и кто будет плакать по судейским решениям? Обью свою мысль, да. Компенсировав у нас только... Есть одна самая интересная мысль — то, как можно компенсировать и центр поля, и линию обороны. Вот, конечно, вы сейчас немножко пофигеете от моей идеи, да. Конечно, была хорошая идея с Люком Шоу, да, который стоит третьим центральным, да. То тогда нам нужно каким-то образом насыщать левый фланг. То есть это, возможно, смущение Рейшфорда туда, да. То есть это более сложный процесс. Есть процесс вкуснее. У нас есть такой дяденька, Скотт Мактоминой, который может сыграть и в центре защиты, и в центре полузащиты. Если, ну, я, Леха, вот так вот и будет, да. Я не согласен с тем, что он дяденька. Начнем с этим. Ну, да. Вот, смотри. Даже не сколько Скотт Мактоминой, сколько и Фред. Фред тоже будет возвращаться периодически, эпизодически центральным защитником при надобности. Третьим. Вот это вот основа. Это ты при билдапе имеешь в виду. То есть, когда мы выходим из своей штрафной. Ну, а Мактоминой это наоборот. И при обороне тоже. Вот, видишь, это будет и при обороне он будет занимать позицию третьего центрального защитника при надобности. Вот, и Фред тоже. Но самое забавное, да, во всей этой картине, что тогда у нас только остается одна маленькая, ну, вариант с расстановкой. Это, конечно, мы упремся, скорее всего, опять в ромб. Вот. С Фредом Скоттом. К печальному сожалению, мы опять увидим поле Погба. Ну, и, естественно, Бруно Фернандеш. Без него никуда. Вопрос, конечно, с нападением. Тут он очень интересный. Тут, на самом деле, и Юргену Кулопу, и Султшеру нужно действительно нападение проработать досконально по одной простой причине. Если же это все-таки Кавани, то это, конечно, более оборонительный расклад. Потому что Кавани может бегать. Вот это плюс нападающий. У него есть... Юнайтед вроде не команда по легкой атлетике. Ну, тем не менее, бегать придется достаточно много. Но я все-таки буду отталкиваться от идеи, что будут все-таки Решфуд и Марсиаль. Смотри, а подожди. Тогда такой вопрос. И я его тогда адресую потом после этого Паше и Сереге, которые еще в дебатах не участвовали. Смотри, то есть мы выходим с Решфордом и Марсиалем, а при этом Пагба у тебя будет в составе? Я же сказал Пагба, да. То есть у тебя, по сути... Ромб, ромб. Нет, ромб, ромб в центре. Ромб в атаке Решфорд и Марсиаль. Окей, тогда такой вопрос. Паш, Ман Юнайтед Ру и Серега Дебаз Биуэй. Вам такой вопрос. Будет ли Оля... Вообще можно ли против Ливерпуля, против такой суперпрессингующей интенсивной команды выпускать двух футболистов, которые не сильно работящие. Я имею в виду Марсиаля и Пагба. Я бы... Ну, то есть вот, если Оля как бы не враг себе, я так думаю, что если у нас... Если у нас в полузащите, то есть, ну, по последним играм, да, кто-то смотрел, да, когда у нас выходят два опорника, там, грубо говоря, Матич и Пагба, допустим, да, то команда стоит. Она, в принципе, стоит, потому что Матич, в принципе, он хорош, в принципе, как с опытом, да, но он просто медленный. И Пагба такой же медленный. Я надеюсь, что... И поэтому, соответственно, вся полузащита стоит. Соответственно, приходится ниже опускаться Бруно за мячом и отходить тому же Марсиалю с Решфордом, чтобы чего-то там сообразить в центре. Вот, и поэтому я думаю, что если у нас, как бы, ну, как обычная связка будет Фред и МакТомини, да, то, как бы, в общем, против прессинга Ливерпуля мы, в общем, как-то справимся. Потому что все-таки худо-бедно там МакТомини все подбирает более-менее, да, и Фред худо-бедно куда-то вперед что-то пасует. Реально, по-кому-будь. Вот, поэтому я думаю, что... Он старается. Да, во всяком случае старается. Поэтому я думаю, что если у нас будет Фред и МакТомини, как бы, в центре, но Пагба тогда только, если, как я сегодня смотрел, там предположительная схема была на Sky, как бы, если в четыре защитника играть, четыре-два, три-один. То есть Марсиалю вообще как наконечник, да, Пагба, Решфорд, Решфорд и Пагба на фланге, и Бруно в центре, значит, и в центре еще, ну, то есть выше, а в центре Фред и МакТомини. Это предчетыре, четыре-два, три-один, соответственно. Окей, спасибо. А Серега, ты как думаешь, вообще можно Марсиаля с Пагба и вот в какой схеме выпускать? На самом деле, мне кажется, что матчи Манчестера на этот с топами, это такая, как бы, непредугадываемая вещь, но с точки зрения составов может пройти вообще абсолютно все, что угодно, но, конечно, я бы, наверное, не совмещал Пагба и Марсиаля, учитывая то, насколько хорош, в принципе, в последних матчах Пагба, и там даже если взять прошлый матч, да, он повлиял на результат, то, скорее всего, я думаю, Пагба выйдет в старте. Я не знаю, каким и как это будет, в какой схеме, но мне почему-то кажется, что Пагба мы увидим. Марсиаля, скорее всего, выпустят на замену, ну, хотя, опять же, это Сульшер тут, может быть, все, что угодно, ребят. Единственное, конечно, со всеми этими ремарками, ну, тактическая битва, это все очень здорово, но, мне кажется, мы выпускаем очень важный момент, насколько это будет важный матч с точки зрения эмоций и с точки зрения, ну, дальнейшего боевого духа команды. Потому что если мы, как бы, ну, углубимся немножко в новейшую историю нашего клуба, то я тут почекал, за 12 матчей мы победили Ливерпуль только дважды, дважды. То есть, один раз это было при Мауринио, второй раз это было еще при Вангале в 2016 году, когда у нас в составе играл Руни, Филайни, Блинт, да, Шнайдерлин, то есть такие ребята, ну, да, да, топовые, особенно Шнайдерлин, наша легенда. Вот, поэтому очень важно, очень важно тут как бы, хотя бы, ну, понятное дело, очень важно не проиграть, ничего еще хоть как-то нас устроит, но победить это будет чем-то, ну, очень большим эмоциональным спрессом, который может помочь нам в дальнейшем движении по турниру, ну, в целом по турниру. Потому что если будет условно, не дай бог, не дай бог два проигрыша, но поскольку тут сражаются два топа, может быть, все что угодно, это будет очень грустно, и проигрывать очень не хотелось бы. Ребят, к словам о том... Я бы хотел единственное сделать одну небольшую ремарку. Я, на самом деле, не соглашусь с высказыванием про Лень Марсиаля, потому что чисто статистически, насколько мне известно, он является одним из сильнейших, по крайней мере, в составе United 4, с точки зрения именно прессинг-активности. Проблема для меня лично здесь несколько в другом, что в этом сезоне Марсиаля до сих пор находится в ужасной относительно себя форме, относительно себя прошлогоднего. Поэтому выпускать на такой важной матче его в этом состоянии, вот что для меня больше вопрос. Правда, тут мне сложно сказать, кого выпускать, потому что, в принципе, и Решфорд в последних играх по крайней мере лично меня не сильно впечатляет с точки зрения качества своих действий, хотя, тем не менее, в последней игре он принес нам в своей передаче победу. Вряд с Кованей мне кажется весьма интересным, потому что, как минимум, позволяет эффективнее разбивать прессинг дальней передачи, что мы, собственно, видели раньше при Ван Галле, который пользовался этим способом неоднократно в различных матчах. Но тогда был, конечно, уникум с точки зрения борьбы на втором этаже с локтями и без Филайни. Наше все. Ребят, перед этим матчем мы забываем с вами посмотреть на то, какие матчи провел Ливерпуль и как фигово он их провел. Взгляните просто. Последние три их матча, после того, как они обыграли Crystal Palace со счетом 7-0, ну, у них прям Вес Броневич 1-1. В двух последних вообще не забили. Саут Гемптон 1-0, где они проиграли. И тут есть два момента, на мой взгляд. Либо они сейчас выйдут на эту игру, они по-любому должны выйти на эту игру, максимально заряженными, чтобы победить. Потому что, во-первых, мы на первом месте, во-вторых, у них фиговая серия. И это может с ними сыграть определенную злую шутку, то есть вот это сверхжелание забить, сверхжелание победить. Возможно, поможет нам на каких-то контратаках или на каких-то позициях, где Ливерпуль будет из-за своего максимального желания выиграть, оголять слабые места. Возможно, мы этим воспользуемся. Самое смешное в этой ситуации то, что мы обсуждаем то, какими слабыми местами мы можем воспользоваться у Ливерпуля. Хотя лет 7-8, когда дедушка Фергюсон был, мы бы просто сказали, Юнайтед победит, и все. Ну, так вот. Ну, времена меняются, что. А потом даже при дедушке Фергюсоне, ну, как бы, я бы не сказал, что матчи с Ливерпулем всегда проходили так, что мы вот прямо априори, мы там, то есть мы, например, это как Сити, то есть ты ждал Рубилова. Рубилова будет, а победишь ты в этом или нет, как вот сегодня, по-моему, тоже нас где-то, я с Коллсом не попался, он сказал, что как в те времена, когда мы выигрывали титул, ну, мы Ливерпуль, конечно, выигрывали, ну, да, ну, 1-0, 2-1 там. Ребят, я предлагаю вам сейчас вот плавненько на часть второго вопроса перейти по поводу Майндгеймс. Ваши мысли по поводу того, что Юрген Клоп предпринял, и что это, и каким образом это отразилось в матче с Берли, и отразится ли это в матче против Ливерпуля непосредственно, вот, и ваше мнение на реакцию, которую проявил Сульшер. Можно сказать? Думаю. Ну, действительно, да, Майндгеймс Клопа сработали, и, мне кажется, они сработали вот на этот матч с Берли, и вот все, это такая была одна разная акция, потому что Сульшер, на самом деле, на них отреагировал, ну, если не блестяще, то очень-очень-очень грамотно, очень дипломатично, не оскорбил Ливерпуль, не оскорбил Клопа, сказал, что, да, мы играем таким образом, мы играем таким образом, что это приносит нам пенальти, это хорошо, мы играем хорошо в чужой штрафной, черт подери, если мы играем хорошо в чужой штрафной, на нас будут фалить, это, черт возьми, нормально. Он дал блестящий ответ по этому поводу, я думаю, что в матче с Ливерпулем это не должно уже сыграть против нас, на самом деле, потому что, если не ошибаюсь, будет судить рефери, сейчас я забыл, Тирни судит, Тирни, да, это, кстати, ну, не худший рефери для нас, я скажу, определенно, не самый худший вариант, несколько матчей с ним помню, где он прям хорошо отсудил для нас, прям прекрасно, вот, и я не думаю, что на Тирни, на такого рефери, это вообще может так-то повлиять, тем более, что Сульша, как я уже сказал, блестяще ответил Клоппу. На самом деле, я вот такую вещь скажу, то, что Юрген Клопп сейчас на не самой выгодной позиции находится по одной простой причине, да, он сейчас выпустил первое место, но психологически потеря, знаете, легко забраться на пьедестал, но тяжелее на нем удержаться, я всегда это говорил, и, в принципе, и у Сульшера сейчас та же самая проблема, он-то как бы воспользовался ошибкой, а теперь нужно закреплять результат, и это психологически, по-моему, самое тяжелое, то, что есть это в голове, это крутится, и без этого никуда не деться, да, что у Клоппа, что у Сульшера тут идет вопрос, как говорят обычно, о сикспойнте, когда, в принципе, достаточно много решится в этом матче заочно, хотя в матче еще фигово тучи, да, но по факту и у того, и у другого сейчас, ну, пока Сульшер кажется более спокойным, ну, на мой взгляд, у обоих сейчас трясет, и лихорадит, вот, и, как по мне, более уязвим, на самом деле, это Клопп, Сульшер, как бы, он понимает, что, ну, как бы, сейчас забрался, завтра может все, что угодно быть, и основная задача сейчас, это не потерять раздевалку и первому, и второму тренеру, вот, как по мне, первым не уповаться эйфорией, чтобы, да, то, что мы на первом месте, а вторым каким-то образом вернуть эту позицию себе, вот, простите, я за Ливерпуль ответил, вот, смотри, у Сергея есть друзья, фанаты Ливерпуля, из этой мысли, смотри, Паш, сэр Мэтт Басби Уэй, тебе тогда такой вопрос, я просто думал, тоже рассуждал, и ребята тоже в комментариях писали, вот, ну, и Серега сейчас фактически то же самое сказал, над кем сейчас все-таки большее давление, потому что, и будет ли катастрофа, если мы сейчас вот находясь на три очка впереди Ливерпуля, будет ли катастрофа или какое-то давление дополнительное на Оли, если мы проиграем этот матч Ливерпулю, и будет ли оно на Ливерпуль, если они этот матч проиграют? Я, если ты не против, начну отвечать с другой стороны, мне кажется, вот я соглашусь с Сергеем с мыслью, что победа в этом матче даст потрясающий буст для Юнайтед, и как бы, с учетом тех соперников, которые у нас в календаре мы еще об этом поговорим, а если рассматривать удельный вес конкретного матча в отношении турнирного положения каждой команды, которая сейчас, ну, первое-второе место, безусловно, да, мне кажется, для Юргена, ну, менее комфортная ситуация и потенциальный проигрыш, нежели чем для Оли. Ну, если Оли сейчас проиграет, ну, как бы, в очередной раз хейтеры начнут говорить, что Оли аут, там, да, большинство тех, кто поддерживает Оли, скажут, слушайте, ну, как бы, окей, объективно, Ливерпуль сейчас, возможно, даже в таком разобранном, полуразобранном состоянии, ну, как минимум, находится на равных с нами, а возможно, даже и лучше. Ну, это же чемпион, слушай, это же чемпион. Это сейчас не про чемпиона, речь, это про конкретную силу команды в определенную точку. На данный момент. Да. Понятное дело, что он чемпион, там, с них регалии никто не снимает, ни в коем случае. Я говорю о другом, что вот Оле, ну, проще. Плюс, давайте не забывать, сколько за последние два года Оле пытались раз выгнать болельщики, в том числе, уже со своей позиции. То есть, он настолько грамотно и спокойно уже справляется с этим давлением. Ну, если очень коротко отвечать на вопрос, в плане ментальной составляющей, я практически уверен, что Оле проще будет в случае поражения, нежели чем Юргену. Можно я тоже вставлю свои пять копеек? Давай. Я тоже думаю, что, в принципе, мне кажется, что никакой, с учетом того, что мы обыграли Берлин, да, и что мы сейчас в три очка в любом случае имеем преимущество, я думаю, что тут как раз, да, тут как раз именно давление идет большое именно на клуба, потому что, во-первых, катастрофы не будут, если мы проиграем, даже если мы проиграем, потому что, в общем, мы будем с ним равное количество очков, плюс сегодня, как бы, на Sky тоже, там, Карагер разразился таким, такой вещью, когда он сказал, что если United выиграет, мы получим Shopping Wave, то есть они, то есть они сами уже осознают, что если United выиграет, уже разница будет, как бы, шесть очков, а в этом плане, как бы, на сути совершенно, да, давление сейчас немножко спало, потому что, даже если он проиграет, я не думаю, что это будет катастрофой, с учетом того, что, с учетом того, что это только середина дистанции, хотя вот, тезка мой правильно сказал, что даже, и Погба сегодня тоже сказал, что мы, мы даже, мы даже сейчас, мы не на уровне Ливерпуля, то есть, как, ну, то есть если Погбат, он играет вообще через, через два на третий, но если, он тоже считает, что мы еще не достигли даже уровня Ливерпуля, поэтому я не думаю, что, что как бы, на Оле будет такое давление, плюс, ну, не знаю, как бы, в середине дистанции только, только какие-то самые оголтелые наши болельщики могут быть, что United сейчас прям претендент на чемпионство. Я здесь, я здесь. А, да, это ты, вот оказывается, это да. Максимальный оптимист, я верю в это. Ну да, это только такие вот супер оптимисты, как они, наверное, но поэтому я не думаю, что это будет, что это естественно, сейчас давление в основном на Клопа идет. как трэш-холд, как трэш-холд, Сереж, сколько там трэш-холд, 39 очков, чтобы не вылететь, да? Я ничего не хочу сказать, но... Ты про Ливерпуль? Давление. Знаете, что, я хотел сказать по поводу, если мы проиграем Ливерпулю, это будет катастрофа, но на один матч это дерби, если мы проиграем Ливерпуль, для нас это катастрофа. Локально, да, это локальная местная катастрофа. Я бы хотел сказать, это не катастрофа в чемпионской гонке, то есть чемпионство не выигрывается в январе, даже в феврале, понятное дело. Эта катастрофа будет на день, где мы все погрустим, покричим на футболистов, покричим на аули, на кого угодно, но это, конечно же, с учетом того, сколько матч остался играть, это мало что значит вообще результат этого матча, кроме того, что это сикспойнтер, и это дерби, в котором надо, конечно же, выиграть. Как ты сказал, Сергей, мы погрустим один день, потом немножко сыграем один матч, а потом выйдем в Кубке Англии и оторвемся от души, да? Да, хотелось бы, но лучше, конечно, забрать опыт. На самом деле, ребят, по поводу того, что Shopping Wave, да, так ты выразился, Павел? Это не я, это Карагер. Нет, я понимаю, я просто своих слов. Давайте переведем, давайте переведем, что он имел в виду про Shopping Wave. Shopping Wave. Shopping Wave, не Shopping Wave. Shopping Wave. А, Shopping Wave. Shopping Wave. Sorry, 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 я почему-то Shopping, хотя с точки зрения Shopping, ребят, здесь тоже довольно антично, если они проигрывают, они зашают. Им надо закупаться. Да, им надо закупаться, вот, вот и все. Это правило точно так же будет действовать и на нас в конце сезона. Если бы ничего не выиграли, значит, надо закупаться. Вот. Ну, а по поводу Shopping Wave, действительно, сейчас до того момента, пока мы не обыграли Бернли и не стали на первой строчке турнирной таблицы, я уверен, что кроме фанатов Manchester United, ну и скорее всего большинство фанатов Manchester United тоже, никто не верил, что Manchester United может прямо сейчас быть на первой строчке турнирной таблицы. Вот вам элементарный Shocking Wave. Что касается, в принципе, того, что мы не на уровне Ливерпуля, с точки зрения сыгранности каких-то практических действий, да, согласен, с точки зрения того, какой у нас есть состав, он однозначно не слабее того, который есть у Ливерпуля. Он перспективнее. Он перспективнее, да, и нам просто не хватает именно сыгранности, нам не хватает определенной стабильности, которая, естественно, появится после того, как ребята сыграют полный сезон, вот, если выигрывает его, то химия, конечно же, как FIFA, возрастет еще в n количество раз, но если не выигрывает, опять-таки, будет какой-то стимул и больше действий каких-то над тактикой с футболистами. В общем, будет все интересно. Ребят, мы с вами начали обсуждать состав Manchester United на матч Ливерпуля. Мы поговорили с вами про Пагба, мы поговорили про Мактомина и остальных, ребят, при этом мы упустили одного очень интересного и не менее важного футболиста Дони Ван Дебека. Мы поговорили про самого ленивого футболиста, мы поговорили про самого защитного футболиста и активного. А почему никто из вас не предложил поставить в состав Дони Ван Дебека? Давайте, ребят, кто из вас готов? Давай. У меня на самом деле было две теории в отношении того, как United может выйти и играть против Ливерпуля. И на самом деле, ну, мое ощущение, что большинство, ну, этот матч решится на флангах на самом деле. Вот. Но как сумасшедшая идея, вот вообще альтернативная, которая может случиться в голове у Сульшера, это 4-2-2-2. И вот если в такую историю играть, то предпоследняя двойка как раз может быть Бруно и Дони. Дони очень хорошо создает своим расположением на поле пространство для футболистов. Вот. И это может стать хорошей опцией для того, чтобы в опорной зоне Бруно Фернандеш чувствовал себя комфортней. Ну, опять же, это зависит от того, безусловно, какой состав будет у Ливерпуля. Если Хэндо уйдет в оборону и с кем там, с Фабиндио, например, да, вот, то, безусловно, это было бы неплохой опцией. Ну, а так Дони, Дони парень на 4 минуты. Все, мы уже к этому привыкли, да? Даже на 2. На 2, да. Дастану Сушер выходил дольше, играл. Ну, с другой стороны, как бы, я думаю, что вот, исходя из последнего, и одного из последних интервью Сушера, когда он говорил именно о Доне Ван Дебеке, что-то, кажется, такие вот намеки были, ну, мне так думается, мне так кажется, что, когда он сказал, ну, понимаете, он расцветет там, типа, в следующем сезоне, то есть, по мне, так это прямой намек на то, что вот Пагба уйдет, вот тогда, вот тогда, вот тогда мы, значит, все место мы в составе как бы освободится, вот тогда ты расцветешь по полной программе, а то, что Пагба уйдет, ну, как бы, у меня практически, мне так кажется, что это на 90% в конце сезона. Ну, да, да, и, а тем более, если мы не возьмем ничего, там, или там какой-нибудь АПЛ, или какую-нибудь хорошую чашку. Какой-нибудь АПЛ. Так, заваляющий. Алексей, ты у нас что-то давно молчишь, мы прям не слышим тебя, хотя, все, что говорилось ранее, особенно вот по расстановке и всем остальным, ты как-то вот молчишь, отсиживаешься, не все же смотрят твои превью к матчу. Он просто молчит и думает, ну, тут я тут великие тактики, я тут сейчас все заткну, так как бы, он из скромности молчит, я думаю. Из скромности, чтобы мы на его фоне не выглядели локами. Нет, слушайте. Давай, извини, интегрируй нам Донни Ван Дебека в состав и давай нам в состав. Не, я на самом деле не думаю, что Донни Ван Дебек выйдет в матч против Ливерпуля, вот так вот возьмет и внезапно выйдет. Я в принципе согласен, что его готовят, скорее всего, под отъезд Пагба, но при этом, ну, там я миллион раз, почему я отмалчиваюсь, меня просто в каждом практически стриме спрашивают, блин, почему Ван Дебек так плохо играет? Вот, а я в каждом стриме... А Ван Дебек играет и я в каждом стриме отвечаю, а почему он играет плохо, с чего вы взяли, что он играет плохо, потому что Донни, ну, как бы для меня абсолютно проблемы Донни не существует, существует проблема Юнайтед, который не готов играть в тот футбол, в который играл Донни в Аяксе. Вот, вот эти быстрые получил, отдал, открылся, то, что Донни делает только короткие передачи, он никогда не закидывает мяч там через несколько голов футболистов практически. Вот, поэтому я думаю, что потихоньку его будут внедрять, но в конце концов там у нас Фред адаптировался чуть ли не два года, вот, но мне кажется, и с Мхитаряном такая же история была, да, там его Мауриню на полсезона зачехлил и потом вытащил так, что Мхитарян нам затащила Лигу Европы и ВПЛ, там много важных очков он выигрывал. Поэтому я думаю, что Донни завтра не будет. Я, в общем-то, тоже не думаю, что завтра Пагба будет, потому что, но не для Ливерпуля, Пагба не для Ливерпуля, Пагба будет с Фулхомом, вот они с Матичем встанут в центр. Пагба для... Сколько, я извиняю, сколько? 80 миллионов мы заплатили за Пагба, когда возвращали его, да? 89. Ну, в общем, 100 пусть будет, да, округлим. Округлим до 100, окей. Там еще комиссионы его любимому агенту, вот. В общем, игрок за 100 миллионов не под игру для Ливерпуля. Коротенький, а вам не кажется, что вот эта вот такая покупка Ван де Бяка на смену Пагба, где он просто теряет сезон, это может нам очень плохо обернуться в итоге. Вообще покупать игроков вот так. Ван де Бяк, потрясающий чувак, очень перспективный, ему... У него возраст такой, ему надо играть каждый матч, и мы вот так вот просто сажаем его на баночку и говорим, ну, сейчас Пагба уйдет, сейчас вот мы с ним разберемся, вот тогда... Вам не кажется, что сейчас какой-нибудь Интер просто возьмет, подсуетится и там куда-нибудь там аренду справа выкупал какой-нибудь? Он уже пытается, он уже пытается, просто Эриксону там скучно, нужен еще один, чтобы посидел. Не, я не думаю, что когда покупает игрока за 40 миллионов, там какой-нибудь Интер с арендой придет и типа Оле скажет, ну ладно, иди там. Не, ну, голос самого Ван де Бека, он тоже имеет значение, согласитесь, если он скажет, что да, да, отпустит меня в Интер, что тогда делать, вот как тогда решать такой вопрос? Не отпускать. Не отпускать. У нас рабство. Здесь на самом деле интересная другая ситуация. Сергей, вот ты сейчас сказал по поводу того, что мы его маринуем, да, это сейчас очень похоже на то, что вот ты молодой специалист, пришел после института на работу, да, и тебе говорят, здесь у нас будет карьерный рост, здесь тебе повысят твои зарплаты, в общем. Ну, сначала ты проработаешь приемом. С амбициями, с такими глазами, приходишь, пашешь каждый день, пашешь, пашешь, вот, и потом тебе говорят, ну вот в конце месяца, в конце года, там, я не знаю. Иван Ивановича уволят, да? Иван Иванович, нет, Иван Иванович уйдет на пенсию, вот, и ты сразу на его место перейдешь. Приходит конец года, Иван Иванович все еще сидит на своем месте, кряхтеп, и говорит, извини, сынок, мне еще надо поработать, там у меня еще какие-то расходы, и ты такой сидишь, ну ладно. И продолжаешь на эти четыре минуты выходить. Не, господа, все же, на самом деле чуть проще. Брэк, кто-нибудь один, давай Сергей, Кариковедин, United Tots, а потом... Если честно, я вот не до конца согласен с тем, что уход именно по ГВА даст возможность выйти в НДБ, потому что то, насколько я, как я воспринимаю Дони, он игрок зависимый. То есть, и тут больше проблема в том, что в составе есть United, есть Бруно. позиция Бруно из того, что я видел, наиболее оптимально подходит для Дони, если в составе есть человек, который может находить Дони передачи. Потому что Дони явно хорошо чувствует расположение соперников, хорошо находит зоны, при этом он не может заменить Бруно в прямую, потому что как раз Бруно это тот человек, который отдает эти все передачи. Соответственно, то, как я вижу текущую проблему, Дони нельзя выпустить вместо Бруно, потому что на Бруно слишком много завязано в команде. При этом Дони нельзя выпустить центр полузащиты, потому что тогда не будет человека в билдапе, потому что у нас нет полузащитника, который был бы одновременно хорош в билдапе и при этом давал достаточную надежность при обороне своих ворот. Потому что тот же самый Фред, да, он сильно прибавляет, но по-прежнему, на мой взгляд, он не является достаточно надежным, чтобы играть, грубо говоря, единственного опорника, отбирающего, разрушающего. Соответственно, Дони нельзя выпускать, по крайней мере, в серьезных матчах, мне кажется, в паре с Погба по аналогичной причине. Хотя Погба как раз мог бы дать, благодаря своему умению играть в пас, все-таки, когда он в настроении и когда он видит такие поля, его умение отдавать передачи, конечно, восхищает. К сожалению, это происходит не каждый раф. Соответственно, прямую ход Погба может повлиять на перспективы Дони в команде, только если будет куплен еще один полузащитник, который, собственно, сможет закрыть позицию и одновременно и отбирающего, и разрушителя, и так называемого диплайинг плеймейкера. И отсюда возникает вопрос, какого овоща мы купили этого бедного футболиста? Можно я немножко про Ван Дебека вставлю? Давай, да. Очень, очень быстро. Не знаю, как по мне, с Ван Дебеком все супер-мега просто. Его не покупали просто потому, что нужно было кого-то купить, и Ван Дебек 100% не ждет продажи Погба, и при этом 100% мы будем видеть Ван Дебека в этом сезоне только при выходах на замену либо в матчах Кубка. И это было понятно абсолютно сразу, потому что, если проследить за тенденцией, любой, абсолютно любой голландец, который переходит в другой чемпионат, ему нужен год на адаптацию. Понятное дело, что любому футболисту при переходе из чемпионата в чемпионат нужен этот год, но голландцы как-то они более чувствительные ребята. Даже посмотрите звезд того самого Аякса Де Ликт в Ювентусе. Что он там, стал столбом обороны? Да нет, он до сих пор адаптируется в Турине. Даже Де Йонг, там их волшебник-звездочка до сих пор в Барселоне как-то подстраивается и ищет свою игру. Поэтому то, что в этом сезоне Ван Де Бек выходит на замены, это нормально, это хорошо. Лучше пусть... О, кстати, очень хорошая аналогия мне сейчас пришла в голову. Мне кажется, ну, понятное дело, не буду сравнивать всех двух игроков по функциональности, но ситуация с Ван Де Беком очень похожа на ситуацию типа с Лехой Миранчуком. Сейчас будет смешно, но ведь это в самом деле так. Потому что, то есть, Миранчука купили в Аталанту и как бы там тренер сразу сказал, он будет адаптироваться, изучать схемы, привыкать к партнерам и выходить вот так вот на 5-10 минут в кубке. И с Ван Де Беком все ровно точно так же. Давайте подождем сезон, не будем на него давить. Лучше пусть Ван Де Бек сидит, чем устраивать ему трэш-ток, выпуская его там против Ливерпуля, против еще кого-нибудь и чтобы пресса на него там наседала, 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 как это, кстати, было с Мхитарианом какое-то время. Поэтому просто ждем, в следующем году смотрим на Ван Де Бека и будем восхищаться, я в этом просто уверен. Ну, на мой взгляд, немножко проще как-то выглядит, на самом деле, самый лучший пример, который можно привести. Ну, вот сейчас вот Серега, в принципе, практически вот мою мысль довел, я хотел, даже промолчал уже. Но правда-то в том, что мы видим Ван Де Бека в качестве прошлогоднего Гринвуда, когда его постепенно, понемножку, по чуть-чуть, ну, можно махать сколько угодно головой, соглашаться со мной. Ну, факт в том, что это вещь, которую нужно интегрировать. Да, если, допустим, в прошлом сезоне мои сына Гринвуда потихоньку, помаленьку интегрировали, да, и на статистику там он очень уверенно вышел, да, по лучшей Леона Ле Месси, да, допустим, у него была, ну, были такие кретины, которые сравнивали 600 матчей, 10 матчей, да, Гринвуда. На кого ты сейчас намеканул? Нет, Леха, не на тебя, честно. Я про Вадика Лукомского, честно. Вот. И в данном случае именно сейчас ван Де Бек его потихонечку подтягивают к составу, потому что его нужно действительно интегрировать, умудриться, да, и возможно сейчас вот немного погодя, я не знаю, конечно, такого момента и не настанет, потому что сейчас каким-то чудом Юнайтета в чемпионской гонке находится, и навряд ли Сульшер пойдет на какие-то риски, но основная завязка, возможно, таки крутится и на том, что нужен был грамотный, крайний полузащитник. На Амада Трауру, Диало, я не надеюсь, как на такового, но может быть завязка на том, что Сульшеру нужен именно более грамотный правый фланг, чтобы Ван Де Бек заработал в полной. То есть ты думаешь, реально в Доне это игрок правого фланга в атаке? Нет, зачем? Правый фланг в атаке, я говорю, то, что он нужен, чтобы заиграл Ван Де Бек, нужен еще дополнительно игрок, который будет терзать именно правый фланг. По сути, у нас такого игрока сейчас нету, эпизодически туда Решфорд приходит, в принципе, да, вот, допустим, несколько матчей он играл у нас, да, у нас заработал правый фланг, окей, все хорошо, конечно, но мы теряем Решфорда, да, вот его рабочую ногу правую, вот, у нас, в данном случае, у нас нету, Диало, он на самом деле, пока, при всем, при том, что зеленый, но в будущем, конечно, от него будет польза намного больше, вот, у него и хорошие показатели, именно и паса, и удара, вот, и просто, чтобы работать в полную силу, в андебеку, да, допустим, ему нужно именно, что, вокруг него собрать схему, сейчас эта схема, она немножко простая и угловатая, то, что сейчас играет United, в этом вся проблема, на самом деле, его, периодически выпуская на замену, его подводят к игре, против английских защитников, готовят к этому, ко всему, но, возможно, это все-таки план на второй сезон. Степаник играл в полуфинале Лиги Чемпионов, вам просто не кажется, что Донни сидит, потому что не был куплен новый, ну, действительно сильный, центральный, ну, defended midfielder, то есть нам опоры... Паш, давай я тебе такую фигню сразу закину, да, у нас, блин, не мог с центральными защитными, с нападающими АПЛ справиться, да, играл тоже в полуфинале, сразу такой аргумент. Ну, я к тебе к тому, что ты говоришь, вот, ему нужно адаптироваться к защитникам, ну, он как бы сталкивался и с более сильными защитниками в Лиге Чемпионов, ты так не думаешь? Но они на постоянной основе, проблема в этом, он не каждый день. Я тебе ту же самую логику, только про Блинда завернул. А что, блин, Блин прекрасно себя показывает в Аяксе сейчас. А он прекрасно себя, но как он прекрасно себя показывал в качестве центрального защитника Юнайт? Вот вопрос. Это немножко разный, немножко разный, ну, опять же, вот, Леша сегодня об этом говорил. Вопрос в том, во что играет команда. Вот я практически уверен, что покупка Дони это потенциальный переход в 4-3-3. Но для этого нужен новый опорный защитник, который в одно лицо будет держать опорную зону. И будет, собственно, Дони, будет Бруно и 3 атакующих футболиста. Я очень извиняюсь, ребята, а есть вообще такой полузащитник, который в одно лицо может это делать? Декландрайс. Нет. Сейчас нет. У Лейпцига этот, Лаймер. Лаймер, вот, да, с Лаймером вообще прямо очень сразу. О него я не слышал, но поверю вам на слово. Один выжигает вообще все. Опять же, если бы мы купили Томаса Парти, тоже было бы очень хорошо. Тоже очень сильно достойный был бы кандидат. Проблема в том, что Бруно и Ван Дебек не смогут сыграть именно вместе. Вот это самая смешная проблема. Почему не смогут? Если бы был, как правильно ребята говорят, или центральный защитник, который бы все выжигал, центральный полузащитник, нормальный в связке с тем же самым Ван Дебеком, почему нет? Хорошо, давайте я, окей, я вам тогда по-другому перефразирую, чтобы вы поняли, какого вы хотите Ван Дебека, человека, который играл в полуфинале и великолепно находил себя в штрафной, либо же последний сезон, когда он играл в восьмерку между линиями и более блеклую игру он свою вел, не врываясь в штрафную. Что такое блеклая игра? Ты имеешь в виду там статистику? Нет, подожди. Хукерс вообще сколько? Главная польза, которую несет команде. Пусть она будет блеклая, но зато он будет разрывать условного оппонента между линиями. Вообще прекрасно. Это, кстати говоря, очень похоже на ситуацию с переходом Кросса. Помните, когда он еще был в Баварии, он же был более атакующий игрок, пришел в Реал, он практически не забивает, и что можно сказать, он блеклый игрок, да он потрясающий, он один из лучших в мире полузащитников. Возьмите нашего МакТомена, что это яркая звезда. Кто-то сегодня сказал, по-моему, не помню, кто-то из этих экспертов, говорит, это новый Флетчер. Что это? Кто-то должен рояль таскать? В принципе. Потому что, что это звезда? Нет, но это такой игрок, за которого пьют после каждого матча. Потому что он пылесосит так, что мама не горит. Хорошо, вопрос. Ван Дебек, это новый Скулз или новый Флетчер? Мы что, купили нового Флетчера за 40 лет? я говорил про Флетчер, а атмосфера. Я понял, про МакТомена. Мне просто интересно, что дальше с Ван Дебеком? Потому что сейчас я вижу, это так, мы купили игрока, чтобы под насрать Реалу, и никакого плана у этого не было. Мне вот интересно, что будет дальше с ним? Интересная гипотеза. Если честно, я вот прям совсем не верю, что в Ван Дебека покупали, чтобы под насрать Реалу, отомстить им за то, что они не купили у нас Пагба, я не знаю. История с Дехеей еще может быть какие-то... Ну, я реально не понимаю. Как факсом, он еще в клубном музее стоит. Отомстить им за то, что они в свое время продали нам Анхеля Демарио. Да. Не, ну, ребят, вы какие-то странные. А там какая-то логика вообще. Отомстить Реалу... Вы реально... Вы реально... Это шутка, я понял. Ну, реально... Реально Сульсер будет покупать, чтобы кого... Он вообще человек мстительный? Что-то как-то не очень похоже, с учетом того, как он реагировал на клуб. Вообще ему по барабану, что там клуб говорит. На самом деле... На самом деле... На поле Ван де Бека и Бруно, мне кажется, возможно. Вполне себе. Я тоже так... Да, потому что, опять же, возможно, ситуация, когда Бруно будет опускаться ниже. Какой-то из его предыдущих тренеров говорил, что на взгляд этого тренера, собственно, одна из лучших позиций для Бруно это, собственно, восьмерка. Вроде и спортивный, он не успешался там играть. Хотя я за спортингом не следил, поэтому однозначно этого утверждать не могу. Вот. Плюс вариант это узкий ромб, когда у нас есть и Бруно, и Ван де Бек, и еще два центральных полузащитника. Так что варианты здесь все-таки есть. То есть единственный, кстати, вариант, когда вот, на мой взгляд, ну, вот эти оба варианта, они являются теми вариантами, когда уход по гва прямой открывает дорогу в основу для Ван де Бека. Окей. Давайте чуть-чуть переключу тему. Потихоньку будем подходить к матчу с кубком. О, с кубком. В кубке. Кубок взяли и будем к матчу подходить. Насколько вы думаете, насколько большая ротация будет относительно, ну, то есть будет смещение приоритета в сторону АПЛ вот после прошедшего матча с Ливерпулем, да, то есть будем ли мы биться прям насмерть с ними в кубке, пытаться их выбить, да, или будет ротация? Давай, Амир, давай, я вижу. Все зависит, я прям сейчас озвучу, наверное, мысли всех здесь сидящих, все будет зависеть от матча, который мы сыграем послезавтра. Ну, да, как бы вот прям однозначно, если мы выигрываем этот матч, то Сушер более-менее может дать себе послабление и сказать, ну, кубок Англии, окей. Если мы проигрываем этот матч, то Сушер скажет, мы проиграли прошлый матч Ливерпулю, и этот матч мы должны их наказать, потому что наши болельщики нас не простят. Вот все элементарно и просто. Я думаю, что у Ливерпуля в принципе такая же ситуация. Да, да, да. Это зеркально. Да, это зеркально. Ну, как бы, если ничья будет, то в принципе тоже как бы нормально. И там и там попотек. Нет, ну да, то есть, ну, как бы, да, и тут и кубок нельзя выпускать, как бы, и это самое. И в ОПЛ как бы ничего не ясно, в общем. Да его даже после, даже если выиграем, ничего не ясно будет, поэтому, ну, отрыв будет, шесть очков. А напомните мне, пожалуйста, в кубке сейчас какая система? Типа, матч? Один. Один, так, во всех, во всех матчах. Он не меняется никогда. Нет, ну, нет, они бы, переигровки отменялись, то есть, значит, они сейчас вообще все отменили, все переигровки отменены во всех кубках. Только один матч, и все. Как бы, с дополнительным временем мы пинаем. Если на этот вопрос никому добавить нечего, я хочу немножечко затронуть... Альтернативное мнение можно вбросить? Да, да, конечно, конечно. Я, честно, его на самом деле не придерживаюсь, но вот... Ну, озвучу. Я вброшу, да, потому что кто-то же... Ну, мы же должны как-то пытаться все точки зрения смотреть. Оля, ну, такой типичный скандинав, и мне кажется, ему вот эти вот эмоции достаточно, ну, чужды. И я думаю, если мы даже проиграем вот этот матч, он будет приблизительно... Для него ничего не изменится в отношении кубка. Вопрос того, какие следующие матчи у Юнайтед и у Ливерпуля. У нас календарь... Ну, опять же, я говорю про календарь, мы к нему еще вернемся. Не-не, давай, давай сразу... Давай прям сразу разворачивай. Все, тогда, ну, смотрите, у Ливерпуля, естественно, календарь чуть сложнее, не чуть-чуть, нормально сложнее, нежели чем у нас. Ну, действительно так. Я все выписал. Бернли, с которым они будут стопудово вообще там, немецкая порнография. Тоттенхэм, Вестхэм до конца этого... До конца месяца. До конца месяца, да. Мы, Фулхэм, Шеффилд и Арсенал. Арсенал. Ну, как бы... Я думаю, что, опять же, вот Оля может с холодной головой подходить к обоим матчам и в это воскресенье, и в следующее воскресенье. А, еще добавить про ротацию последнее. Вопрос хороший, на самом деле. Будет ли широкая ротация или нет? Просто у нас как-то понемножку размывается граница между основой и резервом. Это хорошо, потому что мы заканчивали прошлый год, как раз у нас играл один состав постоянно, то есть вообще практически ничего не менялось. Сейчас у нас под матч в чемпионате, как вы уже говорили, может выйти под тактическую задачу может выйти Джеймс, а в кубку матча может выйти Ковани. И кого из них считать основой? Кого из них считать ротацией? Можно считать, что Ковани дублер Джеймс, ну, наверное, нет. То есть вопрос заключается именно, может быть, даже в тактическом каком-то смысле, а не в смысле дать кому-то отдохнуть. То есть такой точкой зрения я думаю, что тоже имеет право на жизнь. Ну, ротация, это же не значит, что кто-то основа, а кто-то нет. Здесь вопрос отдыха исключительно. И опять же, это такой сезон специфический. И тот же самый Ливерпуль, у них уже в этом сезоне было 30 плюс футболистов задействовано. Ну, и хорошо, что сейчас Оля имеет такую крутую возможность, чуть ли там, в каком-то матче 9 замен было, или сколько там, 10. Да, 9-9. Это прекрасно, это действительно прекрасно, что у нас есть такая опция. Ну, тут у нас обходят травмы, не так конкурентов. Это тоже играет на руку. Ну, кстати, в этом плане, в плане ротации полностью согласен, потому что вот с Серегой, потому что он сейчас абсолютно размылась эта игра между основой и запасом, и можно будет говорить о том, что Оля выставил езерный состав, только если он выпустит какого-нибудь Игала, и тогда, ну, понятно, короче, Оля, делал всем отдохнуть. А так, мне кажется, что будет абсолютная рубка, что в чемпионате Англии, что в кубке, потому что между нами еще матч с Фолхэмом, там какие-то перестройки скорее всего будут, а составы будут практически одинаковые. И Бруно, опять же, который у нас считается главным показателем нашей нацеленности на какой-то успех, будет играть в обоих матчах. Мне кажется, какой-то половинчатый состав будет и там, и там. То есть, и там будет какой-то не совсем, который мы хотим, ожидаем, ведь, и в кубке тоже состав тот, который мы хотим. То есть, Уля не, не знаю, как, не порадует нас ни там, ни там, или наоборот порадует ни там, ни там. Как-то грустно не порадует ни там, ни там. Хороший такой прогноз. Я смотрю, ты решил место Вовы занять сегодня. Лучше радоваться результатом и не состав. Да. Ребят, я согласен с Сергеем многом, с Сергеем Базбивой, кроме Игала. Вот. Слишком уж вы недооцениваете этого футболиста, к сожалению, он сказал, что таки нет. Но не будем об этом. Ребят, я сейчас буквально прочитал, присматчиваю конференцию у Сушера, и там по поводу, мы начали про него говорить, про диалог. Он говорит, что вполне возможно, что он появится на скамейке запасных. Он не говорит, что появится в основе, но на скамейке запасных появится. Просто коротенько. Как думаете, вообще есть вероятность того, что он появится в основе? Только если кейс Марсиаля, который дебютировал с Ливерпулем, только что-то вот такое безумное. Кейс Марсиаля здесь применим, потому что Марсиаля к тому моменту провел во взрослом футболе 24 минуты. Немного другое, да. Сколько там у Диало в этом? Я просто думаю, что Сульшев все-таки не такой склад-тренер, который будет там типа огнем и мечом сразу крестить. А мне на самом деле кажется, что именно в этом матче Сульшев все-таки попытается удивить, потому что я более чем уверен, что Клоп не готов к тому, что Диало может выйти на поле. В том числе, как и мы, не готовы к этому. Ну, это так. И сам Диало не готов. И сам Диало не готов. Так, Диало, сегодня ты... А, кто? А еще и Галла, Диало, и Фил Джонс тройка выходит. И Марко Сурохо удивит всех просто. Фил Джонс травмировал. Можно еще Пирейру вернуть из аренды специально на одну игру. Он, кстати, да, возмущался, что ему не нравится в аренде, там что-то искал. Будет искать другой клуб, там, так далее. Что вполне возможно на один матч вернуть. так, давайте, давайте тогда поделимся, наверное, какими-то быстренько прогнозами, потому что у нас, вот, ну, сейчас прогнозы на матч скажем, на матч по АПЛ, вот, потом попросим подписчиков их сказать. И потом у нас есть еще одна тема, которую я хотел бы прям, чтобы все поучаствовали, поделились. Серега, беседы театралов, давай с тебя начнем. тоже давайте тоже сразу. Что? Результат на Кубок Англии и на АПЛ. Прогноз в смысле. Прогноз. Да, Серега, давай с тебя начинаем. Беседы театралов, АПЛ, прогноз на АПЛ и прогноз на Кубок Англии. Ах. Ну, буду коротко, коротко и ясно. АПЛ 2-1, Юнайтед и, возможно, 1-1 Кубок Англии с переигровкой. Нет переигровок. Отменили. На серии пенальти, сделаем переигровку. 1-1 с пенальтами, конечно. сделаем переигровку, да. 1-1 с пенальти, и лишайтесь сами. Да, там, лишайтесь сами. Окей, спасибо. Серега, корековедение, Юнайтед Тоддс, давай. Я искренне не люблю делать прогнозы, особенно на такие игры, потому что, на мой взгляд, у Оли в больших играх очень велик фактор везения. Я склонен всегда не угадывать сторону монетки, на которую мы, которая выпадет, так что, мой прогноз, мы проиграем обе. Окей. ты опять не угадал. Пищевый заменитель Вовы. Ты западаешь. Это уже прогноз от обратного. Что делать, когда Погба играет плохо? Пить водку и ругать Погба, значит, он будет играть хорошо. Так, поехали дальше. Серега Леонов, Man United 1. Да. АПЛ героически тащим 1-0 и вылетаем с кубка. Что-то вроде 2-0. Серега, сэр, Мэтт Базби, ой, сэр, ну, Серега Де Базби Уэй, который... Да, я думаю, что 100% будет забито очень мало голов, и поскольку Лидерпуль по-прежнему для нас один из самых неудобных соперников, это 1-1 в чемпионате и 1-0 вылетает с кубком. Угу, понятно. А сэр, Мэтт Базби Уэй второй, Паша, давай. Я думаю, что мы в ничью катаем ближайший матч и скорее всего безголевую, я думаю, что 0-0 сыграем. А в кубке просто чудом мы там с пенальти может быть как-нибудь пройдем. Угу, Паша. Желательно со спорного пенальти. Да, как мы любим. А, кстати, это была бы очень хорошая тема вообще, чтобы разорвать... 90 плюс 3-й минуте. Да-да-да-да. Для полного раздума, да-да-да. Просто как... Ну, я думаю, что да, я думаю, что да. Или 0-0, или 1-0 в чемпионате и может быть, да, что-нибудь 1-0 в кубке. 1-0 вылетим или пройдем? Нет, пройдем, да, я думаю, что пройдем. Один гол как-то заковырялся. Просочимся тогда уже. Просочимся, да. Не пройдем, широко открыв дверь, а просочимся. Окей, Амир, и твой? На самом деле, я сегодня в превью сказал, что верю в победу 1-0. Естественно, пользу Манчестри на этот. Но сейчас я так пораскинул мысли. Мне кажется, в этом матче по-любому будет назначено два пенальти. Одно в нашу сторону, одну в сторону Ливерпуля. Вот. И потом еще один матч с игры забьем. Итого 2-1. Ну, опять-таки, я просто смотря на состав Ливерпуля и на наш состав, поэтому думаю, что по-любому в пенальти будет. По поводу Кубка Англии, скорее всего, мы Клопа прям окончательно повергнем в полнейшую депрессию. Он начнет бухать и проиграет 1-0. Окей, мой прогноз, я в целом считаю, что тоже будет либо ничья, но поскольку я оптимист, я скажу 2-1 United в АПЛ. Вот. Ну и, собственно, скорее всего, вылет из Кубка тоже там где-нибудь 2-0, 3-0. Вот как-то так. Вот. Спасибо, что поделились. Парни, последняя тема я на сладенькое прям приберег. Уэйн Руни закончил карьеру игрока, чтобы стать главным тренером, уже не исполняющим обязанностей или играющим там тренером. Он стал полноценным главным тренером в Дерби Каунти. И как-то рефлексируя, модное слово использую, на карьеру Уэйна Руни сейчас вышло самому стал. Вот. Какой самый запоминающийся момент? Вот с чем у вас ассоциируется Уэйн Руни? Вот какой прям момент стоит для вас особняком? Момент, сезон, может еще что-то? Я думаю, Малак сейчас не сразу вспомнит, но это была знаменитая фраза в матче с с Хэмом Фак оф Фак оф Олз. По-моему, это было действительно клёво. 2010-2011, да? Когда его забанили еще потом. Да-да-да. Тоже не забудь запикать вот это фак-фак-фак-фак. Я сейчас тоже добавил еще немножечко пик. Еще раз-то продолжим. А то вдруг по-русски-то это не является ругательным словом. Это вообще, это слово обозначает типа часто задаваемые вопросы. А для меня тот гол, который был забит после навеса Нани в Манчестер-Сити. Вот это вообще топарь попробую. Я помню, когда я помню этот матч, я помню, стою чай пил на кухне и думаю, ну все, после этого не проигрывают после таких мячей. И это прям самое вообще четкое воспоминание руни в Юнайтед. Ну, банально, но я затеской повторю, потому что тоже, да, этот гол. У меня как бы так получалось в Шерри, что в день рождения меня как-то команда не сильно радовала, а тут руни такую шикарную банку положил еще и в день рождения. Так что мой день рождения был шикарный. Прикольно. Немножко неочевидный момент, может быть, это наша Дерби-Сити, которую мы выиграли 3-2, и все очень хорошо помнят гол в Амперсе со штрафного, да, когда монетки полетели, все это, но забывают, что два первых гола забил руни. Это такие вот, именно тот момент руни выручал в очень-очень еще неочевидных вариантах, приходил на помощь в нужный момент, и поэтому я очень хорошо запомнил его дубль в этом матче. Ну, на самом деле, для меня Уэйн Руни это, понятное дело, удар через себя, тот самый, и второе, это два его празднования, первое, это, конечно, когда он расставляет руки, вот я, король Англии, а второе было, не помню, не часто его использовал, это когда он подбегает к угловому фражку, боксирует и апгрейд, вот это король, вот это. А, я думал, это будет вот это вот, бам-бам-бам, и когда он упал потом. Да, так я про это имею в виду, бам-бам-бам, и падает, и падает. Это было, по-моему, одно такое празднование, где он именно упал, когда он получил нокаут дома, боксирую, я уже не помню с кем. Фил Барси. Да, да, вот, и, собственно, у меня на самом деле вот три таких воспоминания про Руни. Первое, ну, на самом деле, беспорядка, это его дебют, 3-0, когда он забил три гола в Лиге Чемпионов. Собственно, вот это вот празднование с нокаутом, и его гол за Эвертом, когда он прерывал 30-матчевую беспроигрышную серию Арсенала. То есть, счастлив, ребят. Это прям жестко, это прям жестко. Ну, просто там безумно красивый голешник, на мой взгляд, и вот в 16 лет и при этом Арсенал тогда был Юнайтед прямо в таких принципиальнейших соперниках. Соответственно, почему-то вот мне запомнился момент не в футболке Юнайтед. Я сейчас перехвачу инициативу, у меня есть небольшая заготовка, поэтому попрошу тебя звучить, Алексей. Окей. Мой, я долго разрывался между моментами и решил, что все-таки для меня олицетворение Уэйна Руни, это когда он в матче с Ньюкаслом спорил с судьей, когда тот, ну, там, что-то с ним, короче, на повышенных тонах разговаривал. Судья, по-моему, я уже не помню, показал, но ему желтую или нет, продолжили играть, какой-то отскок, и Руни просто метров с 20 психанул и пробил в девятку, и потом еще, еще раз добежал, и еще раз пробил. Вот это прям, для меня это Уэйн Руни, прям вот такой вот отвязный, безбашенный и лупящий просто по всему, что летит под ноги. Можно еще уточню, тоже ворвусь быстренько, я просто сейчас вспомнил, сейчас, ну, видел недавно буквально картинку, как стоит Криштиану Роналду с каким-то трофеем, и там Уэйн Руни такой подлетает, чтобы ему снять шорты, то есть в этом тоже такой, как бы, веселый мужик, который... Забавно, Ребят, я созвучу дату, а вы попытаетесь вспомнить, что в эту дату произошло. Собственно говоря, и отсюда будет мой ответ. 31 августа 2004 года. Писали Руни. Пау, это на самом деле самый позывающийся момент, ведь именно с этого началась его история в Манчестер Юнайтед. И все, что вы сейчас перечислили, все началось именно с этого момента. Вот такая вот небольшая романтика. Кому хитрый оказался. Да. Слушайте, а помните парня этого еще, который please buy Rune вот этого? Да, хотел сказать только да. На самом деле есть еще один классный момент с чуваком, когда Руни собирался, планировал перейти в Сити, помните это? Как чувак набил, фанат Сити набил себе реальную полноценную татуировку Руни. Легенду Манчестер сказал. По-моему, еще вот этот вот парень, который просил купить Руни, спустя много лет просил его продать, если я ничего не путаю. Да, 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 он стоял, он уже был взрослый, да, и он стоял, когда Руни хотел уходить, он, пожалуйста, please buy Rune то же самое, только с таким лицом уже. Я думаю, логично будет предложить нашим, всем нашим слушателям, подписчикам высказать, какой момент для них был самым таким запоминающимся, неважно, повторяется это с нашим мнением или нет, это все равно ваше мнение, вот. Ну и пока мнение пишите, не забывайте там подписываться на всех нас. Да, друзья, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Парни, спасибо громадное за то, что пришли сегодня, мы постараемся собраться в следующий раз побыстрее, чем через месяц и поскорее в полном составе, чтобы нас и Миша, и Вова еще были. Друзья, пишите свои комментарии о том, понравился вам формат или нет, что хотите улучшить, свои комментарии по Рунии, все пишите в комментариях и не забывайте, пожалуйста, что ссылки на всех ребят, которые были сегодня в гостях, будут вот там в описании, вы можете нас смотреть на Ютубе, вы можете нас слушать в подкастах, читать на сайтах, читать в пабликах, везде, короче, мы будем доступны, вот, поэтому, ну и на мой канал скромно тоже подпишитесь, там колокольчик поставьте. Все, еще раз спасибо, парни, давайте прощаться. Glory, Glory, Man United. До новых встреч, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok